Рулон за рулоном искусственный газон укладывается друг к другу. Полотна 68 метров в длину. После укладки приходится долго и тщательно проглаживать. При окончании работ на нем не должно остаться ни одного бугорка. Размотал, подрезал, пристыковал, потом склеил. Это такой чепетильный процесс. Волны в итоге где-то обнаружил, снова это все заново. Это надо вытягивать обязательно. Тут еще разметка, поэтому надо пока это все нарисовать правильно, вырезать, вклеить. Это неделя. Впереди обустройство беговых дорожек и ограждений. Отделка трибун с установкой сидений для зрителей, оборудование стоек наружного освещения. Внутри административного здания уже заканчивается отделка помещений. В коридорах еще можно встретить свисающую с крыши проводку. Внешние стены уже успели покрасить в тепло-желтый цвет. Немало времени может потребоваться на уборку строительного мусора. То и дело встречаются обломки камня, песок и скопившаяся пыль. С поставленными задачами реально управиться в срок, уверен директор департамента капитального строительства Иларион Гапецонов. Меня на самом деле порадовала высокая строительная готовность. Видите, уже укладывается поле. В ближайшее время приступят уже к финишному процессу. На финишной отделке внутритрибунные помещения. Готовим документы на получение заключения соответствия выстроенного объекта. Ну и дальнейшее это уже ввод в эксплуатацию. Ранее в ходе проверок у подрядчика обнаруживали определенные огрехи в работе. Но благодаря совместной работе и постоянном контроле их становится все меньше и меньше. Называется процесс воспитания. Просто на этом объекте я ему каждый раз указываю на определенный ряд замечаний, чтобы потом не возвращаться на будущих объектах. Подрядчик у нас в принципе зарекомендован сейчас с хорошей стороны. Своевременно сдает объекты. Ну а качество оно в процессе работы подтягивается. Самая, наверное, особенная деталь – это завершить объект долгостроя с 2008 года и снять позор с департамента капитального строительства. Сейчас готовность объекта 87%. Заниматься здесь могут не только воспитанники спортивных школ, но и местные жители. Правда, по принципу спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя. С 5 до 10 утра. Реально люди приходят к 5 утра перед работой, занимаются физкультурой. И до 10 утра, в принципе, востребованность беговых дорожек, сколько имени 200-летия есть. Я думаю, что мы с учетом ошибок, запросов граждан, запустим здесь в такой же формате процесс доступа. Конечно, поле футбольное будет для спортсменов, для проведения соревнований. А беговые дорожки, они будут доступны для физкультуры. Ответственной за стадион будет отдельная организация, в состав которой войдет и спортшкола на улице Новикова. Часть коллектива спортивной школы номер 7 в лице тренерского и методического сообщества перейдут в новое юрлицо. И также мы подбираем, дополнительно открывая здесь отделение новых квалифицированных специалистов. Если пандемия не внесет свои коррективы, в Управлении по делам молодежи и спорта намерены отпраздновать долгожданное открытие стадиона. Дай Бог нам всем побороть злосчастного змея COVID-19. Если нам позволит эпидемиологическая обстановка, мы обязательно сделаем здесь красивое и яркое мероприятие и вас обязательно пригласим. Кирилл Попов, Юрий Риутин, Севен Форумбюро.